Добрый день! Приветствуем вас в студии Регионального информационного центра. В Росгвардии Югры стартовала акция «Безопасный Новый год». О том, как будет проходить акция, а также об итогах служебной боевой деятельности управления, расскажет Евгений Евгеньевич Симаков, начальник управления Росгвардии по Югре. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, Евгений Евгеньевич, первый вопрос, наверное, начнем от общего к частному. Расскажите, пожалуйста, нам, с какими результатами служебной боевой деятельности военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Югре завершают этот год? Ну, в самом начале эфира хотелось бы отметить, что по результатам итоговой проверки за 2022 год, а также решений оперативного сбора руководящего состава управления Уральского округа войск Национальной гвардии, Управление Росгвардии по ХМАО в Югре заняло первое место среди рейтинга территориальных управлений Уральского федерального округа. Если говорить в разрезе подразделений, то службой внедрительной охраны в настоящее время обеспечена охраной почти 9 тысяч объектов различной категории. За текущий период этого года краж сохраняемых объектов допущено не было. Кроме этого, не допущено, а предотвращено более 100 попыток проникновения на охраняемые объекты, задержаны подозреваемые. В плане обеспечения охраны общественного порядка на маршрутах патрулирования было задержано 8 граждан подозреваемых в совершении тяжких преступлений и более 3,5 тысяч пресечено административных правонарушений в зоне маршрутов и постов патрулирования. Кроме этого, 35 граждан установлено как находящиеся в розыске. Среди положительных примеров службы хочется отметить и оперативное реагирование по горячим следам на разбойные нападения. В мае месяце в городе Нижневартовск в микрофинансовой компании был совершен грабеж. По кнопке вызова полиции оперативно подозреваемый был задержан. Задержан ранее судимый неоднократно. Это и обнаружение в городе Нижневартовске на дорожной полосе трехлетнего мальчика. Обстоятельства такие, что находясь на прогулке в детском садике, он вышел и ушел в город. Наши сотрудники своевременно его обнаружили, выяснили все обстоятельства и доставили его уже родителям. Это и задержание в рамках операции «Перехват». Это в июне месяце, это город Кагалын. Задержали угонщика автомобиля, ранее судимого за преступление в области незаконного оборота наркотиков. Также был доставлен дежурную часть ОМВД. Ну и последний случай, это трагический случай. 24 декабря в городе Нижневартовск оказали помощь совместно с сотрудниками ОМВД, представителям МЧС в ходе локализации последствий чрезвычайного происшествия, которое связано с обрушением пятиэтажного дома. Наши сотрудники оказывали помощь при эвакуации гражданам, ну и соответственно оцепляли территорию в целях безопасности этих же граждан. И подведены были итоги служебной деятельности в управлении, в управлении Уральского округа, где отличившимися были вручены ведомственные государственные награды. Спасибо. Ну что ж, продолжим. Следующий вопрос. Хотелось бы узнать у вас, Евгений Евгеньевич, как появились все сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР? ОМОН и СОБР. Да, наши спецподразделения на территории округа выполнили порядка полутора тысяч задач в интересах правоохранительных органов, обеспечивали силовое сопровождение оперативно-следственных мероприятий. В ходе этих мероприятий было задержано более 1200 правонарушителей, в том числе 75 человек за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота было изъято 150 единиц огнестрельного оружия, денежные средства, запрещенная литература, экстремистского толка, а также боеприпасы, четыре боевых ручных гранаты и одно самодельное взрывное устройство. Ну, хочется сказать, что с февраля месяца сотрудники спецподразделений полиции, управления разгвардии принимают участие в проведении специальной военной операции по защите Республик Донбасса, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Хочется сказать, что за героизм и отвагу 15 сотрудников управления Росгвардии были отмечены государственными наградами. Это и награды за мужество, и за отвагу. Еще хочется сказать, я забыл, упустил, вернее, блок лицензионно-решительной работы. Это очень важное и нужное направление, это контроль в области оборота оружия. Очень многое тоже сделано, но самое главное, это в прошлом году было поручение президента произвести стопроцентное обследование всех владельцев оружия, находящихся на территории Российской Федерации, в том числе и в нашем регионе. Эта задача была выполнена до 1 декабря, еще досрочно, и в ходе этой работы было выявлено порядка 600 нарушений, 450 единиц огнестрельного оружия было изъято, разрешения были аннулированы у владельцев оружия. То есть работа плодотворная в целях профилактики и предупреждения возможных происшествий и, не дай бог, преступлений с оружием. Кроме этого, постоянно ведется работа по базе данных, если выявляются основания, которые препятствуют владению оружием гражданами, то есть своевременно происходит аннулирование этих разрешений, и, соответственно, люди обращаются через портал госуслуги для получения уже на законных основаниях разрешений на владение огнестрельным оружием. Спасибо. Дальше хотелось бы узнать, в Югре у нас добавят почти половину всей российской нефти, и обеспечение безопасности объектов ТЭКа находится на особом контроле. И хотелось бы у Вас узнать, с какими результатами деятельности подразделения подошли в конце года сотрудники отдела государственного контроля. Да, все верно. На территории округа расположено порядка 400 объектов топливно-энергического комплекса. Из них 200 присвоена категория безопасности. С начала года инспектора государственного контроля управления разговаривали, выявили более 200 нарушений в ходе плановых проверок. Нарушения касаются антитеррористической безопасности данных объектов. Возбуждено 22 административных производства, и, соответственно, все юридические лица были привлечены к административной ответственности. И, кроме этого, хочу сказать, что неоднократно по инициативе управления Росгвардии эти вопросы выносились и рассматривались на антитеррористической комиссии правительства Хамагао-Югрови, с принятием соответствующих решений. Спасибо. Идем далее. Не так давно представители Росгвардии завершили работу на призном пункте в Пытьяхе. И расскажите, какие задачи были возложены на росгвардейцах в рамках вот этой осенней призной кампании? Да, все верно. На окружном сборном пункте в городе Пытьях офицеры управления Росгвардии изучают личные дела призывников, их морально-деловые качества, уровень физической подготовки. Ну, одним словом, осуществляют контроль за формированием и продвижением команд, предназначенных для комплектования подразделений Росгвардии на территории нашей страны. Отбор кандидатов производится в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и воинской службе. И это наше ежегодное участие позволяет выделить тех юношей, которые наиболее способны выполнять задачи непосредственно у нас подразделения. И в продолжении темы вопрос. В какие города будут проходить срочную службу ребята из Югры? В осенний призыв 240 югорчан, которые были отобраны для подразделений Росгвардии, будут нести службу в подразделениях Росгвардии же в Московской области, Краснодарский край и Хабаровский край. Спасибо. Ну, считанные дни остались до Нового года. Расскажите, какие меры принимает руководство Росгвардии для обеспечения безопасности жителей региона в период новогодних и рождественских праздников? Потому что мы знаем, что время не только радостное, но и иногда бывают разные случаи. Да, время не только радостное, но и ответственное для нас. Поэтому в период новогодних и рождественских праздников военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии будут нести службу в штатном режиме. Никаких усилений не предполагается. Перед началом праздничных мероприятий специалисты ОМОН будут проводить инженерно-технические обследования тех территорий, объектов, на которых будут происходить непосредственно праздничные мероприятия. С целью обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. В местах массового пребывания граждан, то есть там, где будут проводиться религиозные новогодние праздники, будут выставляться посты правопорядка из числа сотрудников Росгвардии. А также будут приближены группы задержания Росгвардии к местам проведения праздников на обстоятельства, которые могут случиться в режиме неподвластном для нас. Поэтому мы их приближаем. Ну и в случае таких вот ситуаций нештатных в управлении сформирован оперативный резерв на изменение обстановки. Спасибо. Ну и накануне у Росгвардии стартовала ведомственная акция «Безопасный Новый год». Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте. Да, данный проект направлен на информирование граждан нашего региона о мерах безопасности непосредственно в праздничные дни, порядке действий при возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций, а также в способах и методах защиты своего имущества от преступных посягательств. На маршрутах патрулирования наши сотрудники будут распространять среди граждан тематические буклеты, в которых будет содержаться информация о профилактике имущественных преступлений, напомнят гражданам о мерах безопасности при обращении с оружием. Кроме этого, представители нашего ведомства обратятся к гражданам через средства массовой информации, посетят они студии, где в своих выступлениях еще раз напомнят гражданам о мерах безопасности именно в этот праздничный период. Ну и хочу сказать, что этот проект рассчитан на проведение на территории всего региона, поэтому в каждом муниципальном образовании такая акция, мероприятие будет происходить. Спасибо большое. Ну что ж, коллеги, если у вас какие-то есть уточняющие вопросы, пожалуйста, можете задавать. Ну что ж, я тогда еще раз, Евгений Евгеньевич, ваше управление хочу поговорить с первым местом. Я думаю, что, может быть, и не за горами первое место и по всей стране, так что у вас есть к чему стремиться. Ну а мы на этом завершаем наш эфир. Спасибо всем участникам и зрителям прямого эфира. До свидания, до новых встреч в Ритс Югра.